Друзья, всем привет! Меня зовут Женя Панасюк, и я по-прежнему путешествую по тропическим островам в поисках новых приключений с элементами рыбалки, подводной охоты, бушкрафта и испытываю себя в условиях выживания. В общем, как и говорили рыбаки, начался дождь, я не успел найти локацию, новую локацию для своего кемпа и разбить лагерь, но хорошо, что они меня предупредили, что может быть большой ливень, и я им в сарай скинул свои вещи рыболовные, спиннинги, подводную охоту, потому что если я отправлюсь в поисках морского трофея еще раз, то все равно с ними и заберу. А так мне намного легче, только большой свой черный роллбэк взял, самое нужное с собой взял. И по совету Гидея я спускаюсь сейчас в одно место, где когда-то был водопад, но говорят, вроде бы как с него ничего не осталось. Но самое главное, что там не будет людей, как вы видите, здесь все заброшено уже давно, и я надеюсь, что я смогу там разбить лагерь, и сегодня спокойно переночевать без лишнего внимания и приготовить себе рыбы. Вот это да! Только что огромный варан вот здесь сидел, и как туда побежал, очень большой. Это сигнал того, что на самом деле здесь давно люди не ходили. Ну слушайте, есть вода, есть вода, класс, смотрите, пресная вода. Мне нравится, только нужно осторожно здесь, давным-давно уже, никто не ходил, может все. Ого, блин, стремно, слушайте. Вот это да. Оно-то хоть из бетона, но блин, я не знаю в каком оно состоянии. Так, лучше побыстренько вот так вот раз-раз-раз-раз-раз, пробежаю, и все. Блин, а дождик пускается еще больше. Вот это подстава. Не успел, я не успел. Второй момент, как я костер разведу. Если что, будем сашими кушать. Хорошо, что рыба свежая, и Гидей дал мне немного соли, это уже хорошо. Блин, здесь скользко. И чем больше дождь спускается, тем сложнее здесь передвигаться. Это капец. Блин, ну здесь красиво. И здесь нет никого. Это самое главное. Только здесь скользко. Нужно быть осторожным. Очень осторожным. Эта вся глина мокрая. В первую очередь нужно будет найти место для стоянки и разбить лагерь. Вау! Я вверх и не посмотрел. Смотрите, какие там скалы. Вот это да. Чем не Карпаты? Ну, еще совсем чуть-чуть я на месте. Хух! Вот это да! Очень скользкие камни. Нужно быть внимательным. Крутяк! Смотрите! Вот это да! Я здесь один, совсем один. Смотрите. Это просто идеально. Блин, как здесь красиво! Очень скользко. Главное, не спешить. Ну, блин, как же побыстрее охота увидеть это все. Так, и нужно понимать, что из-за дождя уровень воды может резко подняться. Поэтому лагерь лучше разбивай немного подальше от речки. Ну, это нечто. Холодная вода. Ууу, класс! Ух! Можно снижиться. Друзья, это просто идеальное место. Смотрите. Пошли вместе. Разведку сделаем. Вау! Ууу! Это просто рай! Вот это да! Я просто в шоке! Есть! Это самое лучшее место, где я когда-то делал стоянку. Это просто райское место. Посмотрите, это нереально. Какая же красота! Это просто нечто. Оно того стоило. Ну, скажите, скажите, что вы не хотели бы вот здесь разбить свой лагерь и не переночевать возле водопада. Вот такого вот красивого водопада. Плюс сейчас вот здесь в пресной воде покупаться и обмыться. Это лучшее место. Ставьте палец вверх, если вы одобряете эту локацию для сегодняшней ночевки. А теперь давайте вернемся на пару часов назад. Я вам покажу и расскажу, как я сегодня поймал свою добычу. Друзья, всем доброе утро! Сегодня мы отправляемся в поисках морского трофея с помощью подводной охоты. И я буду охотиться сегодня на глубине около тысячи метров. Вдумайтесь, глубина километра, просто километр в глубину. Ну, конечно же, нырять ко дну я не буду на такую глубину. Но сам факт того, что ты будешь охотиться на такой большой глубине, это, блин, в голове сложно укладывается. В общем, я уже предвкушаю. Надеюсь, что мне удастся поймать какую-то достойную рыбу. Ну что, первая локация передо мной. Вообще, в предвкушении, если честно, для меня это впервые на такой глубине пытаться заниматься подводной охотой. Перчатки, костюм, пояс, ласты, ружье. Обязательно нож на ноге. Обязательно нож на ноге. Маска и, конечно же, камера. Ну что, пожелайте мне удачи. Чар玩огство. Продолжение следует... Подогнал с認ожными типами. Продолжение следует... Маска и свищение следует... С certeza. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поб volumes по exhilarам! Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Сменим место? Добавил субтитры DimaTorzok Это место не принесло нам результата, поэтому мы приняли решение не терять времени и переместиться в другую локацию Добавил субтитры DimaTorzok Палатку накрыл уже вторым слоем от дождя, потому что опять пускается Но это мне не мешает пойти покупаться пока что и немножко смыть с себя соленой воды, отдохнуть и восстановиться Добавил субтитры DimaTorzok 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 Может быть даже стекло. Все может быть. Поэтому лучше перестраховаться. Блин. Да, здесь глубоко. А когда проходят дожди, то уровень здесь воды явно поднимается намного больше. Оп. И я на этой стороне. Класс. Вот это листяк, да? Нужно собрать веток по суше. Ну и чтоб хватило для нашего костра, чтобы рыбу приготовить. Так, киш-киш-киш. Змеи и тому прочие существа. Я здесь возьму немного дровишек, приготовить свою еду. И больше трогать никого не хочу. Так. Хотелось бы за одну ходку побольше взять дров. А теперь главное безопасно перейти на ту сторону и отнести это к лагерю. Так, здесь будет скользко. Так. А. 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 разведу. Главное начать, пусть разгорается, а потом я скажу, еще донесу веток, подкину. В качестве трута использую, как обычно, вот этот пух огниво, но для того, чтобы стартануть, сначала нужно сделать небольшого, нарезать небольших веточек, стружек. Вот этот рулет подойдет. Да, вот такое вот, то, что нужно. Теперь эту же ветку мы и попытаемся как раз разжечь. Все эти стружки, мелкие стружки, это будет вторым этапом после трута, оно должно подхватить и загореться. Все вот эти стружки, скалки, смотрите. А потом вот так вот. Выстраиваем вот здесь, аккуратненько, вот так. В основании сразу, в основании сразу возьмем пухо. В этот раз побольше возьмем. Условия у нас экстремальные. Развести огонь нужно после дождя, в сырых джунглях, еще и возле водопада, где все сырое. Но я думаю, у нас все обязательно получится. Главное, чтобы с головой капли не капали нам туда. Труд. Каждая стружка очень важна в нашем случае. Самый ответственный момент. С Bitcoinом. Каждая стружка. Каждая стружка. Каждая стружка. Каждая стружка. Ну, давай, 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 пожалуйста, открывайся, побольше. Очень важно добыть огонь в этих условиях, очень важно. Давай, 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 давай. Наконец-то у нас есть огонь. Ура! Пусть разгорается. Так что, как вы видите, если подготовить сухой труд, который можно найти, можно найти даже после дождя, даже возле водопада, и использовать огниво, можно развести огонь даже в мокрых джунглях. Пока мой костер будет разгораться, давайте обратно вернемся к подводной охоте, и я вам покажу еще парочку интересных моментов. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Маленькой рыбы очень много, но махи-махи я так и не увидел DimaTorzok Я опустил свой взгляд вниз и увидел на большой глубине силуэт достаточно большой барракуды DimaTorzok 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 Вот сейчас хорошо понятно сама суть этой бамбуковой конструкции. Она создает штучную аномалию в большом пространстве открытой голубой воды Тем самым создает укромное место для мелкой рыбы Мелкая рыба прячется в тени этой конструкции А большой пелагический хищник охотится за этой мелкой рыбой Ну а я в свою очередь охочусь за этим большим хищником Я видел одну большую барракуду, но она очень быстрая Я могу прыгать? Да Очередная смена локации Я вылез на лодку Решил немного отдохнуть, отдышаться и восстановить свои силы Взял в руки свой спиннинг и приступил к рыбалке Вот это печень, вот это рыба Только масло так и будет Хорошо Что получается? Что это происходит? Что это выглядит? Что это происходит? И съемок 新атекое Что здесь thicken? Ох, не слева, лёд! Очень сильное сопротивление даёт! Уф. Вот это рыба. Ого. Очень красивая рыба. Смотрите какой цвет. вот эта красота отличная рыба мне ее будет достаточно чтобы забрать в лагерь и приготовить на костре а вот и добыча вот и добыча попалась икра я люблю икру поэтому оставлю поджарю а вот эти кишки на съедение раком рыбка совсем свежая поэтому одну часть возьму себе на сашими прям сейчас перекушу а вторую часть приготовлю на гриле пару стейков ну и хвост вот так вот засолю и спрячу себе палатку на завтра будет вау какая красота совсем свежая рыба смотрите когда готовишь сашими рыбка должна пару часиков полежать во льду как раз что и было у нас в лодке таким образом она избавляется от некоторых паразитов после чего нужно немного посолить кусочек чтобы выступил рыбий жир это тот неприятный рыбий запах который вы чувствуете в сыром мясе рыбы после чего выступит этот жир его просто смыть водой и рыбка уже не будет так вонять рыбой а будут привычные вам сашими которые вы кушаете ресторане немного лайма немного соли и будет красота а вот это мы кинем на угли пусть запекается некрасивое мясо обрезаем мы его поджарим на костре лучше вот здесь вот ребрышко такое это оставим на костер а вот спинка чистое филе нарезаем маленькими ломтиками теперь прям здесь вот на этой шкурочки от маки маки я его хорошенько подсолю и полью соком от лайма крупная морская соль еды сам делает максимально натуральный продукт перемешаем хорошо когда крупная соль мясо больше чем ему положено в себя не будет брать а теперь добавим немного лайма еще раз перемешаемся какова моя каменная тарелка из-за того что он рыба лежала во льду в лодке мясо стало таким немного жестче не прям таким сырым вот нету того вкуса сырого мяса рыбы уходит этот запах уходит лишний рыбий жир когда вы добавляете соли плюс аромат и запах лайма плюс аромат и запах лайма это божественно смотрите максимально свеженькая рыбка после правильной обработки еще не помешало бы какого-то имбиря чтобы дополнительно помогал убивать паразитов но уже будет как будет у нас режим выживания очень вкусно я японскую китайскую кухню обожаю я достаточно сытно перекусил и решил немного прилечь в палатку отдохнуть и восстановить свои силы после подводной охоты а в следующей серии вы увидите как во время подводной охоты одна из акул решила попробовать меня на вкус а